Всем привет, друзья! Ну что, знали бы вы, как сильно вы меня порадовали вот этой своей реакцией на мое возвращение в автомобиле, подтвердили все мои теории и догадки, и я очень рада, что наконец-то мы снова с вами вместе, эта сумасшедшая женщина за рулем, снова может вещать. И сегодня, как я вам обещала, что видео будут выходить теперь чаще, поэтому вот, пожалуйста, выполняй свое обещание, и сегодня я хочу поговорить и поразмышлять на тему, и плюс показать вам реальный пример того, каким образом мы можем запускать какие-то свои новшества, новые продукты, проекты, тогда, когда у нас нету на это дополнительного бюджета или средств в силу того, что мы, например, не можем себе позволить выдернуть их из общего бюджета. Вот в прошлом видео, помните, я вам рассказывала по поводу кассовых разрывов, и как раз вот кассовые разрывы у меня очень часто возникали тогда, когда я с работающего проекта, в котором, в общем-то, есть своя жизнь, я брала, знаете, как у старшей сестры, заходила в ее гардероб и говорила, так, тебе эти туфли сейчас не очень нужны, ты можешь без них обойтись, а мне они нужны, и забирала их. Вот так очень часто мы делаем в бизнесе. Когда у нас какое-то бизнес-направление работает, мы думаем, ну что, мы возьмем оттуда денег и бросим его в другое. И тем самым мы начинаем нарушать процессы работающего бизнеса, точно так же, как я сейчас нарушаю дорожное движение. Мы начинаем нарушать процессы работающего бизнеса, и, собственно, все в итоге приходит к тому, что нам там начинает не хватать, у нас тут начинаются удержки, в общем, все валится. Поэтому, конечно же, в идеале, если все-таки проекты каждый развивается по-своему, либо мы берем откуда-то деньги, ну не вытаскивая их из другого бизнеса. Так что же делать, и как же быть, если все-таки новые проекты очень хочется начинать, а бюджета у нас для этого нет. Конечно, можно подождать, так очень часто происходит, мы где-нибудь сейчас подождем, подождем, но иногда бывает, что ждать не хочется. Есть такая очень крутая штука, инструмент, который называется предпродажи. Конечно, предпродажи работают при условии того, что вы каким-то образом рассказываете людям о том продукте, который вы запускаете. Если, например, у вас уже есть имя, бренд, компания, да, ну, например, вы решили, там, вы выпускаете чемоданы, и вы решили, что вы бы хотели выпустить какую-то новую коллекцию чемоданов. Но вы понимаете, что вы сейчас, если возьмете и вытащите ту сумму денег, которая вам нужна, у вас начнутся те самые кассовые разрывы, потому что неизвестно еще, как эти чемоданы продадутся. В общем, у вас начнутся проблемы. И вот в этот момент открывается та самая история по предзаказу. Когда вы говорите, что мы выпускаем новую линейку моделей чемоданов, тра-та-та, и сейчас по предзаказу вы можете заказать их по цене, и называйте эту цену, цена, которая ниже той, нежели по которой они будут продаваться. То есть, таким образом люди думают, которые смотрят, блин, но я же хочу этот чемодан, он классный, и я сейчас его могу купить дешевле. Есть огромное количество людей, которые, ну, пусть не огромное, но есть процент людей, которые согласятся заплатить за этот чемодан, потому что у них сегодня есть деньги, и они думают, а почему нет? Мне нужен этот чемодан, я все равно его буду покупать, у меня есть деньги, я могу себе позволить. И вы таким образом собираете сумму денег, которая позволяет вам либо меньше вытащить, либо, что бывает такое тоже, полностью, например, продав там 100 чемоданов уже заранее по предзаказу со скидкой, заказать на эти деньги 200 чемоданов, и уже 100 чемоданов продавать как есть. Значит, почему я вам рассказываю об этом инструменте и как это работает? У меня есть книга «Зажигалка». Вообще у меня много книг, и у меня вот осталось недавно в печатном виде 4 книги из старых времен, запасов. Книга там «Библия свадебного организатора», «Библия невесты», «Как продавать на семинарах для невест» и что-то там еще было, «Свадебный гуру». Вот у меня остались эти книги, я их обнаружила на полках, я полезла на полки к себе дома и увидела, что там лежат эти книги. И я подумала, у меня их достаточно дорого продавало, уже 100 раз окупила, но были весьма приличные для этого рынка тиражи. То есть мы там делали порядка тысячи штук каждой книги, это достаточно много для узкой ниши. И вот они остались. И я решила сделать их распродажу по 100 гривен. И очень чудесно эти книги распродала, осталось два вида книг, по-моему, если вам интересно, заходите ко мне в Инстаграм, в Директе, в Актуальном сторис, там все это сохранено. Их стали очень хорошо покупать, потому что по факту книга там «Свадебный гуру» – это вообще книга о личном бренде, «Как стать номер один в своем нише», «А как продавать на семинарах для невест» – это книга о том, как я начала продавать на ивентах услуги по организации свадьбы. В общем, как вообще продавать на ивентах свои услуги, потому что ивент-маркетинг – очень недооцененная вещь для малого бизнеса и очень зря. Вот, и я увидела, что на печатные книги, у меня кроме этого осталось еще 10 книг в электронном формате. Их, кстати, тоже начала распродавать, их неплохо покупают, но очень многие люди хотят именно печатные книги. Я выпустила не так давно тираж зажигалки, мы тоже продали около тысячи экземпляров, он у нас полностью был закончен. У меня была мысль дописать, переписать эту книгу, но как-то вот я поняла, что еще рано, что надо ее не дописать и переписать, нужно будет просто написать новую. Но пока еще я к этому не готова, и эта книга достаточно интересная, актуальная, потому что «Зажигалка» – это весь мой путь. От 2008 года, когда я познакомилась со своим супругом и была девочкой, которая ездила на кредитной машинке маленькой, которую тоже отдельная история, которую там еле-еле выплачивала по 150 долларов в месяц и жила на Троещине. И когда я стала богатой женой, потом бедной женой, потом почти не женой, потом родила детей и, в общем, пережила все катаклизмы в контексте того, что пробовала выстраивать бизнес, и как я зарабатывала, и как я тратила, и как выстраивались мои проекты, и почему я продавала проекты. В общем, эта книга такая, знаете, как она автобиографична, но я анализирую там очень многие вещи. И эта книга вдохновляет, потому что видно, что девушка, которая ездит сегодня на паршаке, на самом деле проходила и проходит очень много метаморфоз в своей жизни. И когда ты смотришь на свою жизнь, ты понимаешь, что ты тоже можешь, потому что у всех бывает и плохо хорошо. И вот эта книга очень хорошо распродалась. И я уже очень долго думала о том, чтобы сделать ее новый тираж, но все время что-то там мешало, отвлекало. А сейчас, когда, как вы помните, у меня произошел кассовый разрыв, я стала смотреть на это по-другому. И я поняла, что для того, чтобы мне напечатать новый тираж книжки, там несколько сотен хотя бы этой книги, мне необходима определенная сумма денег, которая соизмеряется там десятками тысяч гривен. И было бы неплохо, если бы я сделала заранее предпродажу, чтобы я получила деньги и уже на эти деньги напечатала книги. Книгу «Зажигалка» мы продавали по 15 долларов, поскольку меня, спасибо большое, смотрят и читают по всему миру. За 450 гривен или 15 долларов мы продавали эту книгу в тиражах. И я решила, что почему бы нам ее не продать сейчас по предзаказу дешевле значительно, но для того, чтобы получить деньги. И вот я в этом году, уже в 2020 объявила о том, что мы делаем предзаказ этой книги, и вы можете ее купить там за определенную сумму денег, да, значительно ниже, там с 50% скидкой. И что произошло? Произошло то, что я начала ее продавать, и на сегодняшний момент, когда я записываю видео, мы уже практически продали на сумму, которая нам необходима для заказа тиража, который в два уже, ну не в два, не знаю сколько раз, но в несколько раз больше, нежели, чем те деньги, которые мы получили. В общем, мы уже можем себе позволить это заказать за проданные деньги и плюс ко всему раздать книги и получить еще книги, на которых мы можем дальше зарабатывать. Для меня, конечно, книга-зажигалка – это не совсем про бизнес, про заработок денег. Для меня это момент дать возможность людям познакомиться с собой ближе, конечно же, узнать меня, расположиться ко мне, и затем уже мы можем взаимодействовать, потому что у меня покупают и коучинг, у меня покупают и тренинги, у меня покупают инсайт бизнес-кул, по сути, мой сегодняшний флагманский проект. Это есть нормально, то есть вообще нормально покупать у людей, которые нам импонируют и которые нам нравятся. Кассового разрыва, без каких-то надрывов, запустить новый продукт, ну, по факту, да, сделать новый тираж своего продукта и уже на те деньги, которые, то есть уже продать и уже на эти деньги закупить, сделать этот тираж. Поэтому этот инструмент я вам рассказываю не для того, чтобы похвастаться своей книгой-зажигалкой, хотя, если вы ее не читали, я оставлю здесь ссылочку, вы тоже можете поучаствовать. Предзаказ еще у нас есть, книга выйдет в феврале. Вы можете сейчас по предзаказу, до того момента, пока она у нас не появится из типографии, заказать ее по приятной стоимости, если вам это интересно, ссылочку оставлю. Но самое главное, то, что я хотела сказать этим видео, это то, что вы можете сегодня подумать о том, а что бы вы могли запустить, а каким бы образом вы могли повзаимодействовать со своей аудиторией. Одна из ниш, в которой это активно развивается, это, например, фитнес-клубы. Вот на этой неделе у нас выйдет видео с классным сетью уже спортхабов, которая называется физмат. Посмотрите обязательно очень классное видео, где владелица Ерина, 33-х, по-моему, летняя девочка, которая сумела запустить эту сеть. Мы привыкаем к солнцу, к бликам, да, мы же с вами помним все по-натуральному. Вот. И как раз у них история заключается в том, что когда они, ну вы это услышите, что когда они подошли к моменту открытия, у них не было денег на маркетинг, но им нужны были какие-то деньги. И все, что они могли сделать, это максимально работать по тому, чтобы продавать карты дешевле изначально в свой спортхаб, чтобы собрать какое-то количество денег, которое бы дало им возможность дальше сделать какой-то толчок. Поэтому, еще раз повторю, если мы запускаем новый продукт, мы снижаем стоимость настолько, насколько можем себе позволить, делаем ее привлекательной для клиентов, собираем эти деньги и на эти деньги уже развиваем свой новый продукт. Вот, подумайте об этой истории. И, кстати, тут еще есть одна такая классная штука, что если мы не можем продать предзаказ, это очень хорошая мысль на подумать, а стоит ли вообще запускать этот продукт, если мы его не можем продать. Потому что мы очень часто начинаем себе говорить, ну это потому что там, о нас не знают, у меня недостаточно денег на маркетинг. Вот просто поверьте мне, что если вы не можете продать даже со скидкой, даже по предзаказу, то, скорее всего, вы просто не угадали с продуктом, не попали. И что лучше, попытаться продать то, чего у тебя нету сейчас на руках и понять, можно ли это продавать, нежели вложиться в это своими деньгами, трудом в итоге получить вот эти все чудесные вещи и понять, что это никому нафиг не нужно. На этом я буду заканчивать видео. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, напишите мне, пожалуйста, что вы думаете об этом инструменте. Возможно, кто-то с ним уже сталкивался, может быть, у вас есть какой-то опыт. Мне невероятно приятно, что вы комментируете, мне невероятно приятно, что мы с вами вновь стали гораздо ближе. Поэтому давайте будем это продолжать. Я буду затрагивать различные темы, которые болят у меня, которые болят у вас, поэтому можете смело ими делиться. Если вы вдруг не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, потому что тоже я там максимально активная. Ну и, собственно, я вам желаю замечательного дня. Встретимся, я думаю, что с вами в воскресенье, в спецвыпуске, красивом, не знаю, как вы любите или не как вы любите, но посмотрите, это будет классная история, реальный кейс про реальных людей, про реальные деньги, не про то, как кто-то где-то что-нибудь свистнул. Вот, в общем, будет классно. Все, всем хорошего дня, пока!